Окей. Еще раз всем привет. Сегодняшняя тема вебинара у нас очень интересная и собрала достаточно много людей. Я сначала скажу какие-то стандартные вещи для тех, кто смотрит записи. Сегодняшняя тема звучит как «Кратографический инструментарий для городских исследований». И у нас сегодня Андрей Карманский, который я представлю чуть позже, расскажет очень интересную вещь об инструментах, вообще о том, что такое городские исследования и, самое главное, для чего они нужны. И сейчас я просто парочку слов скажу о том вообще, какую-то важную информацию. Во-первых, рекомендую всем, если вы не отметились в мероприятии вебинара в Facebook, сделайте это, потому что в первую очередь мы там будем публиковать материалы, то есть видеопрезентации. Если у вас будут какие-то вопросы, например, Андрей сможет ответить именно там вам. Я думаю, что это будет удобно. Пару слов о себе, если кто-то не знает. Меня зовут Алексей Ницца, мой email здесь. Я являюсь вент-редактором. Это то есть все, что связано с мероприятиями, а мы проводим мероприятием. И я провожу вот такие вебинары, как этот, и делаю видеоуроки. Об этом я чуть позже сейчас расскажу быстренько. То есть, не стесняйтесь, пишите мне напрямую. У кого не видно, рекомендую обновить браузер. То есть, я имею в виду вкладку. Также хочу сказать, что, наконец-то, у нас есть сайт, и если вы этого не видели, я думаю, стоит зайти и посмотреть. Он по тому же адресу te-st.ru, но мы его совершенно сделали новым. Обязательно зайдите, посмотрите. Это стоит того. В социальных сетях мы везде, слэш, теплица, ст. То есть, везде, действительно везде. Это Facebook, это ВКонтакте, это Twitter, это Instagram, это YouTube. Везде просто нас найти. Так, по поводу мероприятий на новом сайте у нас есть отличный раздел, называется «Мероприятия», и у нас есть два раздела. Как вы видите, сверху есть анонсы, есть отчеты. То есть, как удобно будет искать, во-первых, по типу мероприятия какие-то анонсы, также по типу мероприятий можно будет искать отчеты. Вот. Ссылки кликабельные, и потом, когда вы можете скачать презентацию, перейти посмотреть. То есть, во-первых, все вебинары, предыдущие, последующие, записи и так далее, вы можете смотреть там. Вот. И удобно теперь то, что вы можете прямо оттуда, от себя в календарь добавить и не пропустить. Так, не очень быстро работает интернет, но тем не менее. Другой способ смотреть наши вебинары в записи, если вы по какой-то причине не можете успеть это в реальном времени, это подписаться, во-первых, на наш канал на YouTube. Вы можете просто вбить в поиски теплиц социальных технологий и, собственно, подписаться. И там у нас есть плейлист видеозаписей. Посмотрите, много чего интересного. Ссылка вот есть внизу, и также кликабельно можно найти потом в презентации. И небольшие видеоуроки, это скринкасты, о которых я говорил, это такие небольшие. Сказываю, как пользоваться тем или иным онлайн-сервисом. Тоже должно быть полезно для вас, независимо от того, что вы делаете. Это может быть все полезно и для вашей работы, и для учебы, и для всего вообще. Неважно, чем вы занимаетесь. Есть такие сервисы, которые, в принципе, могут сэкономить вам реально время в вашей работе. То есть, опять же, ссылка есть. Посмотрите, сейчас их там больше ста. В общем, я так быстренько пробежался, стандартные вещи какие-то рассказал. И хочу представить Андрея Кармацкого, собственно, дизайнера и реквалиции Урбика Дизайн, который сегодня нам много чего интересного расскажет про городские исследования. Я думаю, что я тогда могу передать уже слово Андрею. Андрей, ты меня слышишь? Да, Алексей, привет. Привет всем, кто присоединился виртуально. Да, привет. Хотел сказать, что пришел. Неудачное слово, кто пришел. Оставайтесь на своих местах, слушайте. Смотри, если ты хочешь, можешь включить камеру, можешь не включать, твое право, вот. Я тогда замолкаю, в принципе, да, и ты можешь включать свою презентацию. Да, здрасте. Все. Видно, не видно. Так, я сейчас тогда расшарю презентацию. Моя презентация сегодня называется «Картой для городских исследований». Он в большей степени, поскольку Алексей предупредил, что возможны технические неполадки, если, например, расширивать экран, поэтому в большей степени я сегодня буду рассказывать в формате презентации, но при этом я либо в конце, либо по вашим вопросам я поделюсь всеми ссылками на проекты, которые я буду показывать, и, соответственно, вы ничего не пропустите, не потеряете. Собственно, привет. Я руковожу небольшой компанией, которая занимается как раз интерактивными картами. Андрей, а презентацию проявление видео? А, Start Demonstration, да? Да, да. Извините. Сейчас как? Да, теперь окей. Отлично, спасибо, Алексей. Собственно, я волнуюсь, поэтому здесь и чат, и презентация, но, тем не менее, в любом случае буду как-то справляться. Для меня новая тема, эти вебинары. Соответственно, я руковожу компанией, небольшой командой, которая занимается интерактивными картографическими проектами, ну, и в том числе мы увлечены городом и пытаемся каким-то образом исследовать его и делать какие-то интересные проекты. Ну, парочка проектов, которые мы уже сделали, наверняка вы уже видели и слышали. Есть такое OpenStreetMap оффлайн-приложение Maps.me, бесплатные карты. Мы для них делали картографический дизайн, вот не городская картография, это картография для горнолыжного курорта Шерегеш. И, соответственно, мы отметились различными проектами по визуализации городских данных. Если видно, если кто-то видел визуализацию работы московского велопроката за прошлый год, мы делали достаточно детальный анализ и визуализировали данные, как велосипеды перемещаются. И как развита сеть, какие паттерны перемещения есть. И, соответственно, я сейчас не буду детально останавливаться. Вы посмотрите на сайте и почитайте про этот проект. Совсем недавно мы в апреле сделали какую-то похожую тему для Нью-Йорка. Это визуализация данных о перемещениях на сети байки. И параллельно мы сделали некоторый анализ того, как велосипеды перемещаются не только людьми, но и грузовиками. Если вы знаете, что каждая велосипедная сеть, она очень неравномерно распределена. И люди перемещают велосипеды неравномерно и не всегда можно их взять. И, например, в Нью-Йорке это большая проблема, и поэтому они делают так называемый ребалансинг. Мы пытались понять, в какие части города ездят пользователи. Ну и плюс сделали некоторый мониторинг доступности станции по времени суток. В Москве, занимаясь городскими исследованиями, мы экспериментируем, ну это наш студийный проект, мы экспериментируем с пешеходной средой, с городской средой, с анализом комфорта для пешеходов. И мы анализируем данные, сейчас только в центре Москвы, собираем, анализируем данные про ширину татуаров, доступность мест, шум на улице и популярные места. Я чуть подробнее еще коснусь уже непосредственно в ходе презентации про этот проект. Ну, либо вы его можете посмотреть, почитать у нас в блоге. Собственно, Алексей уже анонсировал самый главный вопрос. И это действительно интересная тема, потому что сейчас город исследовать становится модно, появляется большое количество инструментов, которые позволяют это делать, есть множество методов, которые позволяют это делать. Ну, я не ошибусь, если скажу, что есть антропология, социология, исследования на местности, включения и так далее. То есть порядка сотни методов. Карты в данном случае тоже один из методов, и нельзя сказать, что он единственный и правильный. То есть очевидно, что он обладает рядом недостатков и преимуществ, но, тем не менее, он очень иллюстративен. Зачем исследовать город? Я сделаю небольшую отсылку в историю. Если кто-то знает так называемую карту бедности Лондона, если кто-то вдруг слышал, я про нее уже рассказывал в лекциях, и всячески впечатлен от той работы, которая была проделана. Карта бедности Лондона – это труд Ча Забута, известного ранее промышленника в викторианскую эпоху в Лондоне, который занимался на протяжении 17 лет со своими ассистентами. Они исследовали проблему бедности в городе. И как результат их исследования, то есть они опрашивали жителей, спрашивали, как они живут, какие у них проблемы. На протяжении 17 лет они каждый год выпускали записки, наблюдения. И раз в 10 лет у них получилось две карты. Они выпускали как раз так называемые карты бедности. То есть карта бедности иллюстрирует состояние города по обеспеченности населения. И, соответственно, эта карта очень наглядно показывала, насколько общество расслоено. И показывала, если видите, черные здания, темные – это бедные районы, красные – это более обеспеченные даже не районы, а здания. И мы видим, насколько это все соседствует, и это действительно плохо для общества. И в дальнейшем Чарльз Бут, если заинтересуетесь, почитайте про него подробнее, он использовал эти данные для того, чтобы доказать о том, что проблема бедности в городе существует, и то, что ей никто не занимается. И во многом те изменения, которые происходили в Лондоне в начале 20 века, они обязаны как раз этому исследованию. И в том числе Чарльз Бут известен тем, что он доказал, что бедность существует, и после лоббирования этой проблемы была введена пенсия по старости. Ну, соответственно, он детально и подробно этой проблемой занимался, и одним из инструментов его исследования была карта. Если кто-то будет в Лондоне, там есть прямо специальная экспозиция про карту бедности, где можно посмотреть материалы, и в такой комнате достаточно атмосферно можно погрузиться в это исследование. Соответственно, это, на мой взгляд, очень такой впечатляющий и очень яркий пример городских данных, которых может быть великое множество. То есть понятно, что есть какие-то данные про физические свойства объектов, есть данные о социальной жизни, есть данные про различные исторические факты, ну, и данных великое множество. То есть слоев данных может быть очень много. Поэтому вряд ли у меня удастся в формате вебинара и рассказа на час охватить все, но я покажу несколько примеров, какие могут быть данные, и как можно, и какие проекты бывают, чтобы исследовать город. Ну, как исследовать город? Очевидно, что исследовать город можно, ну, скажем так, профессионально. То есть существуют различные профессиональные инструменты, которые помогают градостроителям, архитекторам, городским планировщикам использовать данные о пространстве. Яркий пример, как вы знаете, это кадастровая карта. Она рассказывает о том, каким образом используется пространство. Можно понять адрес объекта, территорию, его площадь, ну, и, соответственно, использовать эти данные непосредственно в профессиональном планировании и работе. Ну, понятно, что кадастровая карта для специалистов – это незаменимый инструмент. Еще один пример. Можно брать данные о социальных исследованиях. Ну, в данном случае это перепись населения Великобритании. У них был очень большой срез знаний по детальным локациям в 2011 году. И вот этот инструментарий визуализирует данные о том, каким образом люди добираются на работу в Лондоне. И, соответственно, это пример профессиональной реализации отражения городских данных. Еще один пример. Ну, если кто-то знает, есть такая сфера деятельности, как геомаркетинг. Она занимается тем, что помогает бизнесам, ну, например, ритейлу, либо каким-то бизнесам, которые либо застройщикам помогают оценить потенциальный спрос на территории. И, ну, я приведу на примере проекта, который мы делали в рамках конкурса по реконструкции советских кинотеатров. Мы оценивали в Рязанском районе, там была локация кинотеатра «Восход». Мы оценивали потенциальную аудиторию, место, которое мы хотели предложить каким-то образом перестроить, реконструировать. И понятно, что предлагая, ну, какую-то коммерческую услугу, нужно понять спрос. В данном случае спрос можно понять в виде населения, то есть, которое мы можем охватить. И вот, ну, пример реализации анализа спроса. То есть, мы можем построить просто радиус и посмотреть, сколько людей живет. Очевидно, что город устроен несколько иначе, и есть естественные препятствия, есть дорожки. И при детальном анализе, например, можно выяснить, что мы охватываем в зоне 15-минутной доступности радиусом полтора километра не 52 тысячи человек, а 36 500. Это очень полезные знания именно для формирования какой-либо финансовой модели и, ну, предложения спроса. То есть, очевидно, что данные, ну, завышенные и уточненные данные, которые меньше более чем на треть, они дают более точный результат и помогают снизить риски при проектировании каких-то пространств либо территорий. Еще один пример – это анализ пешеходных потоков. Ну, существует несколько способов анализа потоков автомобилей либо пешеходов. Вот пример из Мельбурна, где в одном из центральных районов, в основной части города, доставлены 44 датчика, которые замеряют пешеходные потоки и исследуют, ну, собирают данные о том, сколько пешеходов прошло в данной локации. И результат, например, сбора таких данных может быть анализ того, как проходил фестиваль Мамбы в Мельбурне, в городе, и по каждой локации можно посмотреть, насколько превышает среднее количество пешеходов, которые были в этой локации. Ну, это помогает, например, городским службам и планировщикам планировать подобные мероприятия и в следующий раз, например, каким-то образом предусматривать пешеходные потоки, либо планировать их как-то перераспределять, чтобы было достаточно комфортно в городе во время мероприятий. Понятно, что не все мы с вами городские планировщики, но, тем не менее, я вот не очень понимаю, грузится ли следующий слайд. Напишите кто-нибудь, пожалуйста, в чат. Друзья. У меня загрузилось. Загрузилось, да? Да, 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 отлично. Спасибо, видимо, было с задержкой. Спасибо, да, я вижу. Спасибо большое всем, кто написал. Еще один пример хороший, он очень красивый и иллюстративный. Это анализ шума, он прекрасно раскрашен во все радуги, во все цвета, то есть есть профессиональный способ, который позволяет планировать застройку с учетом распределения шума, поскольку понятно, что мы говорим про город, в городе есть городские магистрали, по городским магистралям обязательно двигаются автомобили, и чем интенсивнее у нас автомобильный поток, чем шире магистраль, тем шумнее и менее комфортно жить непосредственно в близости. И так называемый noise mapping, он позволяет как минимум понять, где можно застраивать, чтобы это было достаточно комфортно. Сразу оговорюсь, что во многих городах жилая застройка за пределами допустимых норм и значений, и, соответственно, мы с вами тоже можем наблюдать, как это происходит. Я отвечу тут на вопрос Дмитрия. Да, это моделирование. Моделирование карт шума обычно происходит, ну вот я потом дам ссылку, есть пример с Берлином, когда моделирование происходит как раз на основе потоков автомобильного движения. То есть мы знаем по каждой магистрали, сколько в среднем у нас в разные часы времени, в разные периоды проезжает автомобиль, и можно смоделировать карту шума. Если видите пятно сверху, да, это Берлин, это аэропорт Тигел, и здесь смоделирован шум посадки самолетов, которые заходят на посадку в аэропорту. Понятно, что моделирование, ну, если говорить про профессиональное моделирование, оно верифицируется какими-то точечными замерами, то есть делается модель, и она уже уточняется по реальным замерам какой-нибудь выездной лаборатории, и специальные люди делают замеры, сколько децибел, корректируя расчет. Чуть ближе к нам пример. Если кто-то видел и сталкивался с социальными исследованиями, наверняка знает, достаточно крупные исследования были у Московского института социально-культурных программ. Они делали опрос жителей 160 районов города Москвы, муниципальных районов, и опрос проводился, по-моему, 12 тысяч человек на протяжении двух лет. Они готовили такой результат этих опросов, исследования, называется «Механика Москвы», где тоже можно посмотреть результаты исследования по различным параметрам. То есть там, ну вот, в данном случае это субъективная оценка безопасности, то есть насколько люди себя безопасно ощущают в различных районах. Если интересно, посмотрите, я потом ссылку обязательно дам, почитайте это исследование. Это касается профессиональных инструментов, их тоже можно перечислять великое множество. То есть есть очень обширная сфера ГИС, исследования функционных систем. И, ну, это действительно очень специальные, специализированные различные исследования. Ну, и в том числе есть большое количество профессионалов и специалистов, которые этим занимаются. Но, тем не менее, сегодняшний день и технологии в каком-то смысле переворачивают сферу профессионального, и инструменты визуализации, анализа данных становятся доступны уже нам с вами, обычным людям, непрофессионалам. Я сразу скажу, я тоже непрофессиональный ни исследователь, ни картограф. Всему научился, читая интернет и экспериментируя. Соответственно, можно исследовать персонально. Ну, казалось бы, исследование слово страшное, но на самом деле персонально каждый может исследовать внезапным образом даже Яндекс.Карты. То есть в каком-то смысле, если вы ищете какую-то локацию, либо объект, вы в каком-то, ну, незаметно для себя, вы проводите некоторые исследования. Насколько далеко это происходит, насколько подходит вам эта локация. То есть вы оцениваете персонально для себя, ну, проводите некоторый анализ визуальный на карте. Еще один пример, опять же, из бытовой практики – это поиск недвижимости. Если кто-то знает, такой есть сайт ЦИАН, где можно посмотреть, какие объекты недвижимости предлагаются в аренду, и на карте увидеть, например, насколько далеко это от парков, какой район, какая застройка, есть ли поблизости промзоны. Ну, и в каком-то смысле это тоже исследование каждого человека, который просто берет предложенный ему сервис и начинает исследовать. Я бы назвал так диванной аналитикой заниматься. Ну, оно и понятно, потому что аренда или покупка недвижимости – это очень такое дорогостоящее решение, оно требует большого количества времени, чтобы подумать и не ошибиться. Ну, и, соответственно, каждый человек, который решает подобную задачу, он должен взвесить все факторы, которые влияют на его выбор, и, соответственно, внезапным образом человек проводит такое микроисследование для себя, чтобы решить, где лучше ему жить. Тем не менее, ну, есть, скажем так, исследования, ну, их сложно назвать исследованиями, истории, которые, ну, вероятно, кто-то видел различные визуализации зданий по годам постройки, и, ну, просто есть здания, их можно раскрасить в разные цвета, и, соответственно, на основании этого каждый пользователь, который смотрит на эту карту, может делать какие-нибудь выводы, либо узнавать что-то новое. В данном случае Нью-Йорк. Проектов великое множество. Я приведу только несколько из них. Бруклин, Амстердам. Амстердам очень красивый, похож на космический корабль. Здесь достаточно хорошо видно, как застраивался центр, и как наслаивалась эвумерация, то есть как распространялся город. Париж. Ну, и если кто-то видел, в 2013 году Mercator Group делали такую же визуализацию зданий по Москве. Здесь не так много данных, и есть, видите, серые здания, просто не было, видимо, исходных данных, на которых делалась эта визуализация. Но мне здесь очень нравится временная шкала. Если увидите... Тут даже указка есть. Если увидите, есть различные... Mercator смотрит. Привет, Mercator. Есть отличная временная шкала, которая общается с вами на том уровне и на том языке, который вам более понятен, чем года в числах. Это очень здорово, потому что все очень классно и понятно, потому что, ну, дореволюционная Россия, большевики и Сталин, Хрущев, Брежнев, Черненко, Лужков. Это отличное решение. Мне кажется, очень здоровское. С визуализацией домов понятно. Есть еще несколько примеров. Есть... Я привожу в пример еще обычно на Нью-Йорк, где есть такой аналог нашему активному гражданину, где собираются жалобы от жителей и, ну, различная обратная связь о том, что происходит вокруг них. И это очень легко собирается. То есть Нью-Йорк, ну, все время приветствует обратную связь от жителей, и у них есть возможность, ну, так называемый телефон 311, где можно пожаловаться на все, что угодно. Ну, в данном случае здесь визуализация жалоб на шум, насколько громко в тех или иных районах, и можно отправить смс, либо позвонить, либо отправить на сайте свою локацию и сказать, там, музыка из ближайшего бара мешает нам спать и прочее, прочее. Ну, соответственно, эти данные агрегируются муниципальными службами и выкладываются в интернет для дальнейшего анализа, чтобы каждый мог их проанализировать, ну, в том числе, публикует эту карту. Исследования персональные иногда заходят очень далеко и очень интересно. Если кто-то... Ну, я тоже поделюсь ссылкой. Есть такой дяденька, его зовут Дэниел Кверсия. Он известен на TED, TED Talk, у него есть про Happy Maps. Он рассказывает про то, что из точки А в точку Б, ну, понятно, как добраться, можно кратким путем, но путь, к счастью, не в этом. И даже добавив просто каких-то две минуты и пройдя по соседней улице, которая лучше, например, меньше там трафика, можно ощущать себя более счастливым. А Кверсия в данном случае, ну, он был в команде этого проекта, оно называется Smallimaps. Если кто-то найдет и выложит ссылку, буду очень признателен, ну, чтобы в чате ребята посмотрели. Они анализировали запахи по сообщениям социальных сетей. То есть в данном случае это Лондон, и можно увидеть, чем что пахнет. То есть каждая локация здесь, ну, содержит некоторое количество... Спасибо большое гостю, который написал 12.35 за Smallimaps. Ну, соответственно, посмотрите и внимательно поизучайте методику исследований. То есть здесь можно посмотреть, где пахнет машинами, где пахнет людьми, где пахнет парками, ну, или зеленью. Это тоже очень интересная карта. Еще один пример. Это, скажем так, социальный ответ самого автомобилизированного города в США Денвера. Есть сообщество Walk Denver. И люди объединились в сообщество и стали составлять карту тротуаров, рассказывать, насколько хорошо или плохо на каждом тротуаре. И, ну, и пример примечателен тем, что это началось как, ну, некоторая социальная инициатива. Ее поддержал муниципалитет. И эти характеристики... Проект называется Walkscope. Эти характеристики сейчас собираются сообществом с помощью мобильного приложения, с помощью онлайн-сервиса. И, соответственно, муниципальные службы используют эти данные для того, чтобы улучшить качество тротуаров и покрытия в Денвере. То есть есть уже реальные истории, когда, ну, красное становилось зеленым. И город в конечном счете улучшался. Силами пользователей сообщества. Вот как раз, если говорить про... Ну, наши исследования, да, мы не так преуспели в связи с муниципальными службами, но, тем не менее, мы анализируем ширину тротуаров. Это интересно людям узнать в том смысле, что, ну, например, в Москве, если вы идете гулять с компанией, то было бы классно строить маршрут, который позволит вам идти не друг за дружкой, как это происходит на большинстве улиц, потому что много людей вокруг вам навстречу, и узкие тротуары. И, соответственно, если вас, например, трое, то вам наверняка нужны тротуары шириной, ну, метра полтора-два, чтобы можно было спокойно идти и общаться. Да, спасибо большое за ссылку. Вы можете просто посмотреть, пощелкать и поизучать наш проект по ряду параметров. Еще один, ну, еще один пример такой более вдохновляющий. Есть такой нью-йоркский художник современный, и он занимался тем, что он исследовал, каким образом город. Он просил прохожих на улице нарисовать на салфетке схему прохода к какому-нибудь, ну, там, объекту, и он это делал в различных частях города, и в конечном счете он создал карту из вот этих салфеток и указаний, и то, как люди воспринимают город. То есть в каком-то смысле это исследование агрегирует знания людей, обычных людей на улице, и, ну, составляется некоторая карта города. То есть, ну, здесь пока данных не так много, но, тем не менее, Манхэттен уже угадывается, и можно прямо составить карту из салфеток. Так, я сейчас переключу презентацию на вторую часть, потому что слайды были разбиты на две части. А вы можете пока, если у вас есть вопросы по части проектов, можете написать их. Я смогу либо сразу ответить, либо проходим. К вопросу, кстати, про исследование города. Восприятие города именно территории. Если кто-то заинтересуется, есть такая книжка, ее написал Кевин Линч. Он занимался как раз тем, что, ну, исследовал, как люди воспринимают город. Есть такое понятие, как карта восприятия. И, соответственно, Кевин Линч написал книжку «Образ города». Там есть методика исследования, как люди воспринимают город и как построить ментальные карты для каких-либо из городов. Так. Можно ли, Тимофей спрашивает, можно ли отдельным людям поучаствовать в проекте WalkStreets? Конечно, можно. Там есть ссылка либо на Facebook, либо ссылка в помощи. Там есть специальная инструкция, как это можно делать. Проект строится на OpenStreetMap данных. И все, что вам нужно, взять несколько параметров об окружающей среде и внести их в OpenStreetMap. И там можно фотографировать. Я вот сейчас как раз коснусь, как можно собирать данные. Ну и в частности... Андрей, презентацию твою не видно пока. А, да. Хорошо. Так, лучше? Окей. Соответственно, как можно это делать? Ну, работая вообще с подобными проектами, картографическими, интерактивными, мы для себя выделили несколько активностей, которые позволяют структурировать всю эту деятельность и как-то попытались ее упорядочить. Понятно, что не стоит говорить то, что это просто последовательность. И, ну, это, скажем так, не... ну, не прям четкая заданная последовательность, но, тем не менее, просто это некоторые смысловые блоки, которых я стараюсь придерживаться и, ну, разбивать все активности именно на эти четыре направления. Ну, анализ проблемы, очевидно, это самое важное, потому что вам нужно понять, какую проблему вы хотите решить, на какую аудиторию вы работаете, делаете вы ваше исследование на профессиональное сообщество, это одна история, либо вы хотите, ну, создать некоторое сообщение широкой публике, рассказать про какую-то проблему, например, своим друзьям, горожанам, людям, которым это будет интересно. И, соответственно, от этого всегда очень зависит то, каким образом строить проект. То есть правильно заданный вопрос, ну, во многом и есть ответ. И в подобных проектах это явно не исключение. Это очень важный этап, понять, какая... как ваша идея может действительно чему-то помочь, практическому, и каким образом вы хотите взаимодействовать, как вы хотите донести сообщение, и кто ваш конечный пользователь у вашего проекта. Работа с данными — это уже, ну, следующий как раз этап, потому что вы придумали некоторую проблему или нашли, что есть такая проблема, ее нужно решить. И, соответственно, всегда возникает вопрос, как же подступиться, а данных нет, и что будем делать. Поэтому сегодня в большей степени, чтобы, ну, вебинар получился более практическим, я как раз буду говорить в большей степени про данные, потому что визуализация, ну, это крайне простая штука, потому что есть достаточно большое количество инструментов. Я дам ссылки на скринкасты и дам, ну, какие-то ссылки, где вы можете самостоятельно посмотреть туториалы. Тем более, вот, например, Алексей делал прекрасный вебинар про карта DB. Вы можете найти вебинар про теплицы и посмотреть записи. Во многом это тоже инструмент визуализации, достаточно хороший и удобный. Ну, и понятная активность – это сбор обратной связи. То есть, если вы что-то сделали и нет обратной связи, ну, наверное, либо вы что-то сделали не то, либо ваш проект остался незамечен, либо, ну, просто, может быть, обратная связь есть, но ее никто, ну, скажем так, не воспринимает. И, ну, любой проект – это не конечное какое-то произведение, это не… ну, особенно, когда мы говорим про диджитал продукты, это не высечено что-то в камне. это было бы здорово, чтобы это был постоянно меняющийся продукт, который может сам себя улучшать. И, соответственно, чем больше обратной связи вы можете собрать, ну, сделав какую-то из версий проекта, тем лучше следующая версия, тем лучше вы можете сделать следующую версию. Опять же, пример с улицами прогулок. Я до сих пор считаю, что проект совсем не готов, и он находится в состоянии прототипа. Я очень надеюсь, что он еще будет находиться, ну, в состоянии нескольких прототипов, чтобы считать его достаточно успешным и качественным, потому что во многом мы сейчас просто показываем какие-то собранные данные, но не предоставляем конечным пользователям сервис. То есть мы его задумывали как сервис прокладки маршрутов, но прошли сейчас только несколько этапов по сбору данных и обработке их, и в том числе эксперименты с, скажем так, со сбором данных силами краудсорса. Это тоже то, что требуют, те гипотезы, которые требуют проверки. И, соответственно, все сразу сделать невозможно, поэтому мы двигаемся по шагам. И самое важное в подобных вещах это, очевидно, обратная связь. То есть будет очень здорово, если вы напишите обратную связь про улицы прогулок либо про проекты, которые мы делаем. Там есть сообщество в Фейсбуке улицы прогулок, и, соответственно, вы можете либо мне написать в комментариях какие-то идеи. Плюс лекции, семинары и прочая деятельность, она как раз призвана на то, чтобы собрать какие-то свежие идеи от людей, чтобы попытаться как-то это учесть. Ну, опять же, возвращаясь к самому сложному, это работа с данными. Работа с данными это, ну, скажем так, процесс, который выглядит тоже страшно, но на самом деле ничего такого страшного в этом нет, потому что данные, если мы говорим про геопривязанные данные, они, по сути, ну, обычные данные о территории, и все, чем отличаются данные от геоданных и геоданные, ну, почему данные становятся картографическими, просто у нас есть какой-то срез знаний, и у них появляются координаты, ну, в данном случае географические координаты. Если вы вспомните географию, то положение объекта на земной поверхности определяется двумя углами долгота и широта, и, соответственно, координаты, географические координаты, ну, вот, для Москвы могут быть записаны примерно следующим образом. Широта и долгота. 55 градусов северной широты и 37, и 6 градусов восточной долготы. такие данные, ну, как выглядят данные, то есть, опять же, это не так, чтобы прям страшно выглядит, есть атрибутивная информация и есть информация, которая описывает местоположение объекта, либо его форму, если мы говорим не только про точечный объект. Ну, в данном случае это пример GeoJSON формата, который описывает данные улиц, об улицах в OpenStreetMap и, соответственно, описывает геометрию объекта и атрибутивную информацию. Да, кажется, это Sublime, если меня не ошибается. Помните. Данные могут быть, ну, описанные таким образом могут быть точечные, могут быть линейные, это обычные, ну, вы понимаете, да, то есть это обычные векторные данные, как в любом графическом редакторе. Данные могут быть описаны как полигональные и, ну, пример и принцип, например, визуализации данных заключается примерно в следующем. Вот есть у нас слой улиц есть у нас слой улиц, который описывает улицы в OpenStreetMap и мы видим геометрию этих улиц. При этом у нас есть атрибутивная информация о том, насколько, ну, какие категории улиц у нас есть. Ну, мы говорим там большая улица, маленькая улица, там есть определенная классификация и категории описывают в каком-то смысле функциональный класс дороги и, соответственно, визуализируя на карте одни объекты по атрибутам одним образом, а другие объекты другим образом, можно выделять какие-то типы объектов и получается, соответственно, карта, которую можно воспринимать. То есть в данном случае я выделил главные магистрали, ну, достаточно большие улицы, и вы видите, что я просто поменял цвет и ширину линий при визуализации этих данных. Ну, это примерно и описывает весь принцип визуализации геоданных, то есть нас интересует какой-нибудь атрибут, по которому мы можем отделить визуально одну штуку от другой штуки. Бывает иногда, что у нас нет атрибутивной информации, а есть только геометрическая информация. И в этом случае атрибутивную информацию и атрибуты и параметры объекта можно каким-нибудь образом вычислить. Пример на этой картинке это просто визуализация зданий в OpenStreetMap по площади каждого здания. То есть мы посчитали количество квадратных метров для каждого здания. Ну, понятно, что это делается не руками, а автоматически. и, соответственно, разбили на несколько категорий по площади и каждую категорию покрасили в свой цвет. То есть все достаточно просто и несложно делается. Ну, в данном случае это просто пример, как можно вычислить атрибутивную информацию по расположению объектов. То есть могут быть различные примеры. это могут быть данные о высоте, это могут быть данные о взаимном расположении объектов. То есть, например, мы можем вычислить удаленность каких-то объектов, например, станции метро и каким-то образом визуализировать по удаленности. Так, если говорить про форматы данных и с чем обычно мы работаем и вообще работают все, кто сталкивается с картами, то вероятно все знают формат CSV. Это файл с текстовыми разделителями, то есть это простая табличка, которую можно сделать в Excel либо в каком-то табличном редакторе либо в текстовом редакторе, где мы можем просто-напросто указать координаты каждой точки либо объектов, да, и, соответственно, приписать какие-то атрибуты. То есть, это самое простое, что можно сделать. Geo.json это формат близкий к программированию на JavaScript и он стал, ну, в каком-то смысле форматом де-факто для интерактивных карт в интернете, потому что его очень удобно считывать и очень удобно с ним работать непосредственно в интерактивных картах и, соответственно, ну, Geo.json можно встретить в каких-то открытых данных, то есть, вот, например, портал открытых данных правительства Москвы с недавнего времени научился выдавать Geo.json формат. Более профессиональный формат данных это Shapefile, если кто-то поищет информацию и поищет примеры, ну, соответственно, понятно, да, это взялось от компании Esri, Esri занимался как раз тем, что, и занимается тем, что выпускает профессиональные продукты для GIS-специалистов и для GIS-индустрии, и, соответственно, есть специальный формат обмена, он называется Shapefile. Важно здесь помнить, что Shapefile, когда, ну, например, вам присылают, говорят, что мы вам прислали Shapefile, и если вы увидите, что вам прислали всего лишь один файл, то, вероятнее всего, он у вас не откроется, потому что Shapefile состоит из нескольких, там порядка, ну, от 4 до 6 различных файлов должно быть для одного слоя данных, поэтому внимательно посмотрите, как работает Shapefile, скачайте какие-то примеры, либо я там пришлю еще какие-то ссылки, вот, и вы посмотрите, как устроены Shapefile. А Google Earth и My Maps, ну, если останется время, я покажу. Это KML файл, KML это, ну, тоже такой текстовый формат. А вот Дмитрий Лебедев говорит, Shapefile это 4 файла, но я видел до 6, то есть там еще какие-то дополнительные форматы добавляются. Ну, да, 4 это минимум. GPX тоже, ну, вероятнее всего, если кто-то сталкивался с GPS-трекерами и увлекался этим, это формат файлов для GPS-трекинга, и, ну, опять же, если приводить более бытовую плоскость, то тот же самый RunKeeper, да, сервис, в котором вы можете записывать свой трек, либо пробежки, либо прогулки на велосипеде, вы можете просто скачать его в GPX формате. Ну, и KML тоже там можно сделать. Ну, а GeoTiff это более уже специализированный формат, он растровый, и, ну, я потом дам ссылку на Screencast, где рассказывается именно про эти все форматы более подробно. Самый классный вопрос вообще на всех лекциях и семинарах, где же взять данные-то? Ну, классно, форматы, примеры проектов, здорово, а где, где данные-то брать? Соответственно, ну, самый простой пример и самое, самое простое, что можно придумать, это у вас есть 100-500 миллионов долларов, вы просто берете и покупаете данные, которые вам нужны, и делаете различные исследования. Ну, понятно, что не у всех есть такие сумасшедшие деньги, и профессиональные данные действительно стоят достаточно дорого, ну, потому что они и качественные, и автоматизируется, процесс сбора данных и так далее, да, они верифицируются, ну, это если мы говорим про нормальных поставщиков данных. но во многих случаях для исследований это не очень подходит, ну, потому что бюджет, как правило, ограничен, и если мы говорим про какие-то городские исследования бытовые, да, или какие-то эксперименты, очевидно, что, ну, покупка данных это не наш вариант. Соответственно, можно искать открытые источники данных, богатые источники данных, там, климатические данные, либо открытые данные, порталы, и, соответственно, открытые данные можно скачивать из интернета. Я сейчас тоже чуть детальнее расскажу, где же можно брать. Спрашивают, где покупать данные. У Дарьи, видимо, есть бюджет. На самом деле, данные могут производить, либо агрегировать специализированные фирмы, то есть компании, которые занимаются картографией, они, по сути, ну, производят эти данные. То есть они данные могут либо лицензировать вам, это дать во временное пользование с сохранением авторских прав, либо передать права на переработку. То есть все зависит от того, ну, какие данные у вас есть. То есть данные можно, ну, либо там, заказать, вы просто находите компанию, которая занимается, например, там, сбором данных, они, например, занимаются полевыми исследованиями в городе и собирают вам какие-то данные, которые вам нужны. Но, опять же, это все зависит от вашей задачи. если вернуться к вариантам более реалистичным, иногда бывает, что данные можно собрать самостоятельно, и это тоже ничего страшного в этом нет, и я вам сейчас покажу более детально, как можно собирать данные, ну, либо использовать различные API. То есть один из ярких примеров, я не буду сейчас там детально останавливаться, API Яндекс.Карт, он, например, отдает данные про справочник. То есть вот сейчас в чате обсуждаются два GIS, получается 660 тысяч маркеров, 240 тысяч рублей, ну, например, если вам нужно отображать кафе или, ну, например, там какую-нибудь категорию бизнесов на собственном сайте, ну, там, я не знаю, сделать какую-то выборку данных, то, ну, и у два GIS, у Яндекс.Карт есть просто API, где вы можете сделать запрос, то, что вам нужно, и показывать на сайте, ну, во многих случаях бесплатно. То есть вы не скачиваете данные, вы просто, ну, делаете запрос и предоставляете доступ к этим данным, там, с соблюдением всех лицензионных ограничений, которые выставляют, там, ребята типа Яндекса и два GIS. То есть там во многом нужно просто сохранить ссылку, копирайт, и, ну, указать, какие данные вы используете. Собственно, про открытые данные, да, ну, понятно, что необязательно ваши данные должны быть уже в готовом виде, и вы можете посмотреть на сайтах государственной статистики, Росстат, Мосгорстат, те же самые данные по населению, по составу жителей и так далее, они имеются там, то есть все, что вам нужно, вам нужно просто связать геометрическую информацию с данными атрибутивными про каждый район. То есть это тоже, ну, не такая уж сложная задача по обработке. Вот пример, открытых данных, которые можно использовать. Собственно, портал открытых данных города Москвы, он тоже предоставляет вам возможность скачать данные, ну, во-первых, посмотреть, что за данные, там есть различное большое количество наборов данных в разной степени актуальности и наполненности, но, тем не менее, эти данные можно использовать либо как для тренировки, либо для первичного наполнения и уточнения, потому что всегда вопрос про данные состоит из трех. Нас интересует, как обычно, ну, качество, да, данных, и если мы хотим сделать хороший сервис, то обязательно нужно посмотреть на полноту данных, те ли объекты в этом наборе, точность, насколько мы не обманываем с этими данными, ну, и провести какую-то верификацию тех данных, которые выскачивать, поэтому здесь нужно быть всегда очень осторожным, ну, и держать это в голове. Вот пример открытых данных города Москвы, да, у них есть прекрасный набор данных про точки общественного питания, там порядка 12 тысяч заведений, сразу скажу, это явно не все, что есть, потому что, если сравнивать с тем же, ну, там, Foursquare, да, эти данные не точны, не полны, то есть они обновляются не так быстро, но тем не менее, в данных, которые есть у Datamos, например, оказались данные не только про типы точек общественного питания, но и, например, число посадочных мест, чего нет Foursquare, для примера, да, и таким образом можно узнать, что самая большая столовая это трапезная в храме Христа Спасителя, а самый большой по числу посадочных мест ресторан это Макдональдс на Пушкинской площади. Еще пример данных с Datamos, можно, ну, достаточно легко, там, минут за пять визуализировать данные и узнать, где, в каких районах сколько стоит парковка в час. Тоже эти данные опубликованы. Так, вот пример с Петербургом, у них есть портал открытых данных, и вот есть набор отличный из 10 тысяч, там, 9338 объектов культурного наследия, там уже в чате проскальзывала ссылка на сайт «Реформа ЖКХ», и действительно эти данные тоже есть, практически весь жилой фонд, ну, в разных городах, честно скажу, по-разному, потому что полнота данных все-таки, ну, и точность здесь страдает, и нужно внимательно проверять, например, жилищный фонд по всем городам можно посмотреть на сайте «Реформа ЖКХ», и эти данные тоже можно посмотреть и в дальнейшем скачать для использования. Вот пример аварийного фонда, да, и эти данные, например, можно визуализировать на карте и понять, где по площади здания, которые в Екатеринбурге находятся в аварийном состоянии, для примера. Так, у «Реформы ЖКХ», к сожалению, я не помню, есть API или нет, но вот у ребят из NextGIS есть инструмент, который позволяет это делать и можно эти данные сагрегировать. То есть, у них есть понятные инструкции. Если кто-то, да, если кто-то выложит ссылку, буду очень признателен, там у них на GitHub есть, ну, то есть, там, единственное, требуется минимальное познание по запуску скриптов в Python, но тем не менее, я думаю, что с этим нужно реально разобраться. Еще один хороший пример, и я думаю, что он во многом открытых данных перевешивает, это OpenStreetMap, если кто-то видел и сталкивался, это краудсорс-сообщество людей, которые составляют карту всего мира, они ее уточняют, есть множество интересных продуктов, в том числе множество продуктов, которые эти данные используют, то есть, помимо сайта есть Maps.me, если вы видели, да, прекрасный продукт, которым можно пользоваться в оффлайне с картами в поездках, да, есть множество тематических карт, там OpenPistMap, WheelMap, места доступности для маломобильных людей, и классное, самое классное в OpenStreetMap то, что вы не ограничены слоями данных, которые там можно размечать, и ну, здесь есть великое множество, то есть, понятно, что есть какая-то базовая картография в виде зданий, парков, улиц и прочего-прочего, но есть возможность отмечать тематические слои, то есть, вот пример с улицами прогулок и ширина тротуаров, это просто результат тематической визуализации ширины тротуаров, которые были отмечены в OpenStreetMap, и ну, вот, собственно, самое здоровское, то, что вы можете эти данные дополнять и пополнять, это действительно здорово, потому что открытая база данных, вы можете эти данные не только использовать, но и улучшить, соответственно, если вы видите, что где-то не то, то, соответственно, можете это делать. Я сейчас переключая слайдами отвечу на вопрос гостя, планирую ли я записать еще обучающий скринкаст, у вас классная подборка, спасибо, планирую, но опять же упираюсь, как правило, в наличие свободного времени, ну, и стараюсь как-то держать темп, надеюсь, что будут еще какие-нибудь интересные скринкасты. Переходим к самому интересному. Соответственно, OpenStreetMap как раз приоткрывает тему создания данных, и когда мы говорим про создание данных, перед глазами у нас человек с измерительными приборами, либо какой-нибудь, не знаю, супер-мега-профессионал, и это выглядит все очень так механистично и супер-профессионально. На самом деле нет. Есть несколько примеров когда вы можете создавать данные буквально на коленке бытовыми средствами. У Яндекса есть конструктор карт, у Гугла есть так называемый инструмент Google My Maps, есть сервисы, ну, они, как правило, выглядят как конструктор карт, и как раз-таки позволяют вам просто отметить точки, которые вас интересуют, и эти данные выгрузить потом, например, для дальнейшего анализа. Пример из, ну, вот, пример конструктора карт, например, там, Яндекс предлагает еще не только размещать эту карту, которую вы создали, там, достаточно просто все делается в интернете, вы еще можете распечатывать, то есть вы можете сделать принт-версию этой карты. Примеры из реального проекта, опять же, если сделать отсылку на проект, которым мы помогали с созданием концепции для реконструкции советских кинотеатров, то у нас возникла задача сбора данных об этнографии, и нам нужно было организовать работу группы исследователей, которые в городе опрашивали людей, делали какие-то наблюдения, и нам нужно было каким-то достаточно быстрым образом организовать их работу. И в Google MyMaps, например, есть возможность добавить несколько логинов и несколько людей для коллаборативной работы над одной картой. То есть в каком-то смысле эти данные не очень нужны, например, в контексте OpenStreetMap сообщества, потому что это такой разовый проект, но сделать быструю отметку данных и какую-то тематическую карту для дальнейшего анализа, то есть вы можете прямо Google MyMaps прямо коллективно. То есть прелесть в том, что это делается буквально, сам инструментарий очень простой, вы ставите точки, рисуете линии, а на выходе вы получаете данные, которые вы можете уже анализировать. Ну да, если вы выходите в город делать какие-то исследования, очевидно, что есть несколько способов сбора данных. то есть самый простой и понятный, у которого никогда не сядет батарейка, его видно на солнце, это бумажка, ручка, и это в данном случае пример распечатки карты из OpenStreetMap, которую мы использовали для сбора данных ширине тротуаров, то есть соответственно, выйдя в город, можно отмечать данные и потом их внести непосредственно в OpenStreetMap после прогулки, то есть можно просто внести эти данные в OpenStreetMap, то есть указать те параметры, которые были. Есть способ, ну опять же, если касаться OpenStreetMap, есть способ более технологичный, ну кому как больше нравится, то есть мне нравится, например, больше сначала взять бумажную карту и на ней отмечать, а потом вносить эти все результаты. Ну есть, например, серия мобильных приложений для iPhone и для Android, которые позволяют редактировать карту в OpenStreetMap либо в других сервисах, и соответственно, вы можете прямо непосредственно в ходе перемещений или не знаю, в ходе прогулки вы можете делать исследование на ходу. В данном случае это iPhone-приложение, называется GoMap, и здесь все достаточно просто, то есть вы можете рисовать объекты и заполнять атрибутивную информацию. Так, ну вот так были собраны данные про тротуары и мобильно, и бумажно. Помимо данных картографических, ну в проекте, например, про улицы прогулок, мы еще и фотофиксировали, что происходит на улице, и есть такой замечательный сервис, он называется Mopillary, это тоже краудсорс сообщество, где вы можете включить мобильное приложение, и он там с периодичностью в несколько секунд, то есть вам все, что нужно, вам нужно просто навести мобильник на улицу и просто пойти. Он будет там делать снимки примерно, по-моему, каждые пять секунд и потом склеит это в такую панораму, по которой вы можете перемещаться, то есть вы прошлись по улице, наснимали там несколько сотен слайдов, кадров, да, и, соответственно, появился Wi-Fi, пришли домой, залили, и у вас фактический трек. Прелесть этого инструмента в том, что вы эти данные тоже можете использовать в API, что мы и делали для улиц прогулок. Замеры шума. Это, ну, опять же, вот в улицах прогулок, если вы видели там карта шума, мы ее собирали тоже в каком-то смысле на коленке, то есть мы не разрабатывали никаких инструментов, и все данные про замеры шума мы просто храним сейчас в специальном аккаунте в Инстаграме, он называется Noise Map, там порядка сотни замеров, и мы взяли приложение, оно называлось InstaDecibel, все, что оно умеет делать, оно берет замер уровня шума с вашего микрофона на мобильнике и делает фоточку в Инстаграм, и, соответственно, с помощью API в Инстаграм можно брать данные и об этих замерах и использовать уже непосредственно для анализа, то есть в каком-то смысле это такое простое наколеночное решение не разрабатывать какую-то свою базу, а сделать первые какие-то прототипы на коленке. Вот пример усредненного карты шума, которую мы собрали в процессе прогулок. еще один пример хороший, который я приведу, это проект Юры Назарова он архитектор, ему нравится ездить на велике, он занимается тем, что он составляет удобные веломаршруты по Москве и пытается рассказать, где удобно проехать, где неудобно, отмечает опасные места либо места, где удобно пересечь какую-то магистраль, и я его попросил рассказать, как он это делает, он поделился своим секретом, секрет на самом деле очень прост, если кто-то видел сервис Strava, он такой же, как RunKeeper, то есть вы записываете свои треки, и Strava раз в год делает визуализацию, спасибо, Алексей, за ссылку, да, вот у Юры уже есть электронная версия и сообщество Facebook веломаршруты Москва, если кому-то интересно, Юра анализирует, где проезжают люди, то есть он просто смотрит на визуализацию, которая доступна в интернете, смотрит, где люди уже проехали, чтобы понять какие-то инсайты, можно здесь проехать, либо нельзя, но очевидно, что если линия яркая, то это такой магистральный поток велосипедистов, и хорошо бы этот маршрут проверить, понять, как там, что происходит. Дальше Юра отмечает, ну, строит по опыту Street Map веломаршрут, как можно проехать на велосипеде, и дальше уже спрашивает как раз сообщество в Facebook, какие места им кажутся опасными, странными на этом маршруте велосипедном, дальше уже садится на велосипед, записывает трек, в Strava, опять же, как здесь проехать, там, отмечает время, которое ему потребовалось все это преодолеть, ну, Strava это все делает автоматически, и потом эти данные выгружает непосредственно для, если видите, кнопка, да, GPX, есть возможность скачать в формате GPX, и выгружает это непосредственно себе в проект, вот у него print-версия, то есть здесь еще классно то, что есть фотки, и есть определенная статистика, сколько, какого качества маршрут, и у него есть как раз, вот Алексей дал ссылку, он недавно совсем запилил веломаршруты Москва, где он выкладывает результаты своих исследований, результаты сбора данных, то есть, как видите, ничего такого особенного нет, просто Юра использовал совсем бытовые инструменты, которые позволяют без программирования публиковать эти данные, то есть, ну, здесь, да, здесь немножко есть усилий по созданию интерактивной карты, но во многом это можно сделать и без программирования, то есть все, что нужно сделать, нужно продумать процесс сбора данных и дальнейшую их публикацию, пристроив те, ну, подстроив процесс под те инструменты, которые доступны уже сейчас. Данные, ну, если кто-то знает, можно собирать и автоматически, довольно популярна уже несколько лет тема с Ардуино, если кто-то увлекается и видел, соответственно, вот ребята, их зовут SpinUnit, они такие исследователи городские, они делают разные классные проекты, они делали проект по Таллину, они спаяли датчик освещенности, водрузили это все на велосипедиста и отправили его, значит, ночью замерять уровень освещенности на улицах Таллина. В конечном счете, у них получилась вот такая вот карта исследования, она очень красивая, иллюстративная, показывает, где светло, а где темно, насколько освещается. насколько я помню, они потратили всего лишь на сбор данных всего лишь несколько дней, несколько поездок, то есть, не так, чтобы много, здесь нужно было проехать там не очень большой город, и замеры, ну, очевидно, делались автоматически, просто эти данные были собраны очень удобным образом, то есть, в конечном счете, ну, это не многомиллиона долларовые технологии, которые можно сделать, соответственно, Arduino доступен всем, и только лишь нужно где-то разобраться. Да, я сейчас, я вижу вопрос 451038 spin unit вот эта ссылка, по ссылке вы можете найти их исследование, в том числе и про Таллин, у них там есть еще анализ социальных сетей для города Турку, они там пытались понять, можно ли запускать линию трамвая, где-то центр социальной активности, в общем, посмотрите, почитайте, очень здоровские исследователи, они прям очень вдохновляют. Некоторые люди, ну, которые паяют устройства на Arduino, они объединяются вместе, ну, видимо, им в одиночестве становится скучно, и, соответственно, образуются различные сообщества. Есть в Москве мониторинг, народный монитор, или как-то так называется, где люди, спаяв погодные станции бытовые, публикуют их на карте, а это пример сообщества Data Canvas, где в формате, опять же, Hackathon была разработана схема устройств, и, воткнув такое устройство в свой домашний компьютер, можно посмотреть на карте, ну, подключиться к системе, передавать данные на сервер, и, соответственно, видеть параметры окружающей среды. У них есть по Сан-Франциско, и, по-моему, по Женеве, и Пекину не есть, у них есть сейчас данные, они расширяют свою географию, то есть это, ну, в каком-то смысле сообщество, которое предлагает инструментарий собрать, ну, там, инструкцию, вы скачиваете инструкцию, заказываете сами компоненты, и подключаетесь к этому проекту, то есть здесь все достаточно просто и понятно. Так, Андрей, для своих проектов делаешь ардуино-устройство? Я отвечу коротко, я потом просто дам ссылку, у нас буквально во вторник была лекция про улицы прогулок, да, я делаю ардуино-устройство, я использовал идею ребят из NextGIS, у них был хакатон в Иркутске про экологический мониторинг, и мы уже спаяли пару датчиков на Ардуино, чтобы замерять шум, но газоанализаторы, ну, анализ там городской среды, например, загрязнений, да, это очень энергоемкие и достаточно дорогостоящие датчики, мы сейчас от них отказались, поэтому мы сейчас спаяем просто шумомеры на обычных микроконтроллерах, я думаю, что в мае мы сделаем, ну, мы уже сделали серию устройств, и сейчас настраиваем отдачу этого всего с мобильного приложения на сервер, ну, это, да, это такая богатая тема для экспериментов, потому что устройства, это здорово, это штучки, которые можно потрогать, это не только приложеньки на мобильных устройствах, собственно, если возвращаться более в практическую плоскость, да, я, вероятно, дам ссылку на скринкасты, у меня есть скринкасты, которые я делал год назад, они бесплатные, вы можете их смотреть, пользоваться, задавать вопросы по поводу инструментов, то есть, каким способом можно начать работать с данными. Самое простое, ну, как я уже говорил, это обычные конструкторы карт, то есть, вы можете просто открыть любой из онлайн-сервисов и начать его использовать, то есть, все, что вам нужно, вам нужно просто продумать процесс сбора данных, то есть, как атрибутивную информацию привязать к карте, то есть, какие, ну, семантические объекты вы хотите, то есть, если вы, например, отмечаете, там, не знаю, карту восприятия города, то вполне себе, почему конструктор карты вам не инструмент, почему, почему бы нет, вы уже можете сделать какой-то простой прототип на любых данных, которые вы можете собрать. Более такой сложный, вот Алексей уже давал ссылку на карта DB, это действительно очень здоровский инструментарий, он придуман для, он придуман вообще биологами, которые хотели сначала визуализировать данные про ДНК, у них было очень много данных, и они, ну, думали, как это можно визуализировать, внезапно они сделали продукт, для аналитиков и визуализации данных на карте. С помощью обычных мастеров, там, ну, всяких туториалов и кнопочек вы просто заливаете данные в облачное хранилище карты DB и можете сделать серию визуализаций, то есть вот там трек шума, да, записанный, он делается буквально за две минуты, то есть здесь никакой сложности нет, вы просто берете какие-то данные и, соответственно, делаете визуализацию, которую вы можете использовать уже либо на сайте с помощью API, либо дать ссылку, чтобы можно было поисследовать. То есть понятно, что это интерактивная карта, она кликабельна, там можно использовать различные подложки и как-то тематически это все стилизовать. Еще одна компания, которая сейчас делает, ну, во многом переворот на рынке профессиональной картографии, потому что делает, ну, удобными, сложные для понимания продукты, это компания Mapbox, это, опять же, тоже облачное хранилище данных ваших и OpenStreetMap данных на серверах Mapbox, но в ответ они вам предлагают возможно, ну, большие возможности визуализации ваших данных и публикации их, то есть у них основной продукт сейчас Mapbox Studio, где вы можете просто стилизовать свою карту, ну, либо взять OpenStreetMap данные и сделать визуализацию по там картографическую, либо добавить какие-то свои данные, ну, там, я не знаю, скачать из DataMoss какие-то объекты, там, не знаю, объекты культурного наследия, да, сделать какую-то карту объектов культурного наследия, либо там вот данные из реформы ЖКХ можно визуализировать, да, с помощью Mapbox, и параллельно, ну, там есть несколько различных инструментов от простых, которые, в принципе, требуют просто тыкания в кнопочки интерфейса, да, то есть такой Photoshop для картографов, либо можно программировать проекты, то есть мы, ну, например, с Нью-Йорком делался очень просто, мы взяли данные, ну, там обрабатывали достаточно большой объем данных, то есть понятно, что мы там сделали предобработку, там, базы данных на этапе подготовки данных, да, использовали, но после этого подготовленные, уже сегрегированные наборы данных мы публиковали в Mapbox, и, соответственно, в Mapbox студии стилизовали карту этих маршрутов, да, линии, цвета задали и так далее, а потом мы уже этот стиль, который и проект, мы просто прикрутили к интерактивным, интерактивные штучки, то есть навесили какой-то интерфейс, сделали кнопочки, сделали слайдер и сделали какое-то взаимодействие. Влад спрашивает, привет, Влад, какие основные отличия и фишки у Mapbox и карта DB? Ну, как я себе вижу, примерно следующее, Mapbox в основном направлен на разработчиков, то есть те, кто хотят, секундочку, те, кто хотят разрабатывать продукты, как разработчики, то есть они в основном делают различные API, SDK, да, то есть если вы там делаете мобильное приложение, то вы можете сделать на Mapbox, а карта DB в большей степени нацелена на аудиторию аналитиков, то есть там, где вы можете ничего не программируя сделать какую-то классную визуализацию, то есть понятно, в каком-то смысле продукты выглядят похожим, идея у них общая по хранению данных и хостингу, да, то есть в принципе многие проекты можно создать как на карта DB, так и на Mapbox, но в основном различия, ну, как мне видится, примерно следующее, то есть Mapbox более заточен на разработческие какие-то штуки, на более, ну, не сказать, что сложные, более такие кастомные, да, решения GIS, а карта DB направлена в большей степени на какой-то стори, ну, скажем так, стори-теллинг, визуальную журналистику данных, публикацию данных и какие-то быстрые инструменты, но при этом они очень простые и быстрые. Argus Online не рассматриваю, у них там, ну, слово страшно пропи, я его никогда не выговорю, если кто-то напишет его правильно, без ошибок, будет очень здорово, ну, во-первых, это закрытая система, во-вторых, она требует, очевидно, денег, и то, что даже есть у них бесплатное, ну, это в каком-то смысле уловка, и понятно, что, ну, в общем, на мой взгляд, Argus Online не стоит тех денег, которые они потом будут вас спросить, когда вы будете делать продукт. На мой взгляд, вот, да, да, вот вы можете, можете поупражняться в написании пропиетарных систем. Имеется в виду, что эта система закрытая, вы не сможете, например, модифицировать код. Mapbox и карта DP в основном строятся на открытых данных, соответственно, ну, это очень здорово, это очень сильно растит сообщество разработчиков, и, ну, во многом это колоснее, чем закрытая система. Вот, Влад написал из рая акулы капитализма. Да, правда, акулы капитализма, они, ну, в каком-то смысле каждому своя ниша, очевидно, что если мы говорим про какие-то бытовые эксперименты, либо несложные проекты, то открытые данные и открытые проекты, естественно, это оптимальное решение. Но если мы говорим, например, про какие-то сложные системы, то, ну, в основном там, в нефтяном бизнесе, да, либо там какие-то ГИС, профессиональные решения, заказчик платит не за за открытость кода, а за то, могут ли они эту систему, например, обслуживать на протяжении там 10-15 лет. И во многом, ну, закрытость системы или ее дороговизна часто объясняется, ну, поддержкой и, скажем так, ну, уверенностью то, что компания там и продукт будут поддержаны. вот, ИСРай в большей степени берет деньги за то, что их продукт поддерживается, развивается, ну, насколько я знаю. Так, да, спасибо, Энди, Go, Mapbox простой инструмент для создания кастомных стилей, это правда. Вот, не буду холиварить на тему целей ИСРай, втянуть в свою инфраструктуру. Мабокс тоже вас хочет втянуть в свою инфраструктуру, просто делает это аккуратно и красивее с открытыми данными, но очевидно, что они тоже в какой-то момент времени будут просить у вас деньги, потому что, ну, там, простые проекты делаются бесплатно, сложные проекты, очевидно, что, ну, вы делаете, вероятнее всего, за деньги, и, ну, используя Mapbox вы экономите на создании собственной инфраструктуры, и, соответственно, для вас, ну, в какой-то момент времени, там, делая профессиональный продукт, все равно возникнет ситуация, когда вам нужно будет вкладываться в инфраструктуру, либо вам нужно будет самим ее разрабатывать, либо покупать какое-то решение, это очевидно. Так, соответственно, ну, ближе к профессиональным продуктам это Quantum Geass, тоже посмотрите скринкасты, обязательно пишут, что прервалась трансляция. Ну, я тебя слышу, вижу, так что... Так, ребята, я сейчас перевыключил микрофон, слышно, наверное, да, Алексей? Да, слышно. Так, соответственно, сложность, ну, чуть повыше, здесь больше кнопочек, я, честно говоря, не так, чтобы все кнопочки знаю и смогу объяснить, но, тем не менее, я запомнил процентов 5 кнопок, которые мне нужны, там, это импорт данных, отображение их, и какая-то базовая стилизация, и во многом, например, Quantum GIS я использую для прототипирования, то есть вы можете сделать визуализацию без программирования и сделать какой-то, ну, базовый анализ, там, без каких-то сложных программных средств прямо в Quantum GIS. Это очень, ну, очень отличная альтернатива как раз-таки с Rai Argus, где можно сделать множество, множество функций. Так, ну, понятно, что да, если вы вовлечетесь и начнете делать проекты в какой-то момент времени, вы обязательно столкнетесь с ситуацией, что вам нужно изучить программирование. На мой взгляд, это, ну, программирование, навыки программирования, это новый английский, он должен быть уже в базовом виде, и даже если вы не занимаетесь профессионально, то базовые навыки, ну, какие-то представления о том, как что-то спрограммировать, они вам будут очень полезны при работе с подобными проектами. Так, соответственно, ну, для меня лично как бы приятнее работать JavaScript. JavaScript, это, ну, все думают, что это в каком-то смысле просто веб-странички HTML, CSS, и это, поверьте, уже немало, потому что улицы прогулок сделаны без единой строчки серверного кода, велики, велобайки публикованные нью-йоркские, это тоже всего лишь HTML и CSS, и, соответственно, ну, обработка данных, она тоже может быть с помощью JavaScript на сервере, есть такая технология, как Node.js, которая позволяет запускать JavaScript на сервере и обрабатывать большие объемы данных, и обслуживать, ну, прям на сервере запросы. Собственно, чтобы не растягивать, я думаю, что поделюсь несколькими ключевыми ссылками на то, где можно продолжить погружение в тему интерактивной картографии в контексте городских исследований, то есть, есть онлайн-курс, где вы можете просто посмотреть скринкасты, пройти инструменты и попробовать что-то самостоятельно, все скринкасты сопровождаются ссылками, в ссылках есть еще и примеры данных, чтобы можно было экспериментировать, деятельность тут в Facebook есть определенная, значит, в бытовой картографии уже нам, если я не ошибаюсь, 1400 человек, которые интересуются бытовой картографией, есть и профессиональные картографы, которые там присутствуют, и непрофессиональные, ну, и в каком-то смысле это такое классное сообщество. Скринкасты только на русском, пока что. Так, ну и про проект улицы прогулок тоже есть сообщество, если кто-то спрашивал, как можно помогать, там тоже есть видео лекции из вторника, и мы публикуем новости. На этом, наверное, все, спасибо большое, на сайте можете посмотреть, Василий, вакансии дизайнеров фурбики будут, да, будут, ждем ваших проектов и сможем расти. Мы, сейчас нас не так много, у нас всего, получается, четверо, пятеро с переменным успехом, но мы постепенно растем. спасибо большое. Андрей, супер, спасибо, было реально очень интересно. У меня все-таки есть несколько вопросов таких вот, на правах, собственно, ведущего. Ну, то есть, резюмирую, да, получается, что, конечно, очень важно исследовать города и как бы визуализировать данные, собирать эти данные, но вот, если мы используем в проектах не API, а вот собранные вручную данные или как-то еще, то как часто их нужно обновлять? То есть, актуальность вот таких проектов, она сколько? длится или как это вообще получается обновление? То есть, например, там улица прогулок, ведь город меняется, как часто вы планируете обновлять? Ну, поскольку как раз-таки мы говорили, например, про ширину тротуаров, если мы вспомним, что в 16-17 году там есть такой проект «Моя улица», да, который задумал город, он собирается перестроить порядка двух тысяч улиц и перекопать кучу тротуаров, то очевидно, что менять эти данные нужно очень часто. Именно поэтому мы рассчитываем на силы сообщества, которые нам помогут обновлять эти данные. То есть, там, ну, буквально на днях, я думаю, что мы запустим автообновление, и все данные, которые есть в OpenStreetMap, они будут автоматически появляться на сервисе. Вот. То есть, это все очень зависит от, ну, как бы, от того, насколько меняются данные. то есть, пример, там, я не знаю, с велопарковками, да, он, ну, в большей степени, там, ну, данные меняются столько, сколько велобайк строит парковок, да, а данные там, ну, опять же, как она меняется в реальности, желательно приблизить эту, ну, этот темп к электронным сервисам, если это возможно, конечно. Ну, то есть, заведомо, когда мы думаем о проекте, мы должны же задуматься о том, как обновлять эти данные, да? Да, да, обязательно. Это прям, ну, это ключевой вопрос на этапе анализа проблемы, то есть, сбор данных всегда нужно производить только тогда, когда вы знаете, как вы будете эти данные обновлять, то есть, как часто вы будете эти данные обновлять, то есть, частота обновления, это действительно очень важный вопрос, который, ну, нужно прям держать в самом начале проекта и закладываться. Вопрос такой, ты говорил о том, что вот в Нью-Йорке привозил пример проекта, это он, у них есть телефон 311, а вот есть ли что-то подобное в Москве и будет ли, и как ты вообще думаешь, где по телефону можно сообщать о городских проблемах, или вообще, есть ли что-то подобное? Я слышал, в Питере есть как раз портал городских проблем, я не вспомню его название, если кто-то вспомнит, там у них есть, ну, портал данных, где они собирают жалобы от... А мне кажется, это немного не то же, нет, это ведь не совсем портал сбора жалоб, или это именно... Нет, это портал сбора жалоб, то есть телефон 311, это служба, которая, соответственно, обрабатывает жалобы, и они публикуют открытые данные про все жалобы. И данные опубликованные, они уже используются другими разработчиками, но активистами, да, то есть вот карта шума, она просто была сделана на основе данных, которые были опубликованы. И, соответственно, как бы, ну, если мы имеем открытые данные, исходные, да, мы можем делать какие-то, ну, анализ, исследование этих данных, и как-то использовать эти данные для каких-то тематических проектов. Вот, в Москве, я не знаю, то есть, в принципе, есть, вот, город Мосру, я не знаю, есть ли у них открытые данные, ну, чтобы их можно было скачать и использовать. Пример, там, не знаю, вот, я знаю, есть служба, она называется МОС ЭКО Мониторинг, у них есть данные, там, про, ну, не очень актуальные, но, тем не менее, данные про жалобы на шум на стройплощадках, то есть, возможно, что, может быть, из этого можно сделать. Вот, ребята, пишут в чате, что что-то есть. Я думаю, что и по регионам, и по другим городам, ну, вероятнее всего, есть какие-то инициативы, которые это делают. Так, ну, какие-то вопросы сейчас, я посмотрю, тоже были, нет. Ну, Дима спрашивает, Андрей, был ли опыт взаимодействия, сбор данных с сообществами, например, собаководов? Нет, к сожалению, вот, я, я понимаю проблему, потому что у меня действительно в округе тоже негде гулять с собаками, я знаю 3-4 собачьих площадки, вот, я бы с удовольствием куда-то их законтрибьютил, но сил самостоятельно сделать такой проект у меня пока не хватило. Как раз возможность для тех, кто сейчас слушает, может быть, сделать свой проект какой-то, после твоих семинаров. Да, можно в OpenStreetMap отметить все собачьи площадки, там они далеко не все, я вот те, которые знаю, отметил, примера, можно из этого сделать. Андрей, вы этим зарабатываете? Да, я этим зарабатываю. Да, это же круто делать полезный проект и еще зарабатывать. Так, я просто хочу скинуть ссылку на фейсбучное мероприятие, просто я думаю, что если у кого-то будут вопросы, и ты, Андрей, можешь, наверное, там ответить или как-то... Да, отлично. Я менее оперативно, потому что еще и как раз к вопросу Вадима зарабатываю, да, мне нужно будет сегодня еще чуть-чуть поработать. Окей, в общем, тогда огромное спасибо тебе большое, что ты уделил столько времени, действительно было интересно. В общем, будет видео и будут ссылки, я это все опубликую, вот, и можете писать мне в мероприятии, да. Ну, в общем, я дам контакт и можно будет найтись. Все супер, тогда еще раз огромное спасибо тебе. Спасибо, спасибо всем. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok